МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В прямом эфире программа новости 24 часа. В студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. Белорусские иконы в двух шагах от знаменитой Сикстинской капеллы. В Ватикане накануне визита Александра Лукашенко открыли выставку из коллекции Национального художественного музея. Ориентир на здоровье. В Витебске завершают модернизацию детской областной больницы. Какие медицинские проблемы решит реконструкция? Выясняла Анастасия Вуд. С кого спросят паспорт при обмене денег? И сколько стоит самый дорогой бриллиант белорусских ювелиров? Об этом и не только. Через несколько минут в экономическом обзоре Юрий Таболин. Беларусь выбирает лучшего телеведущего страны. Народное голосование продолжается на сайте СТВ. Своё мнение может выразить каждый. Сакральное искусство как начало долгой дружбы. В Ватикане в эти минуты открывается выставка белорусских икон. Это первая подобная экспозиция из всей Восточной Европы. В знаменитом Ватиканском музее, который находится в непосредственной близости от Сикстинской капеллы, представлены более 30 произведений, демонстрирующих традиции белорусской иконописи, начиная с 17-го столетия. Организаторам и участникам выставки поздравления с открытием экспозиции направил президент Беларуси. В Ватикане сейчас работает наша съемочная группа. И подробности пока по телефону мы узнаем от моей коллеги Александры Кулаковой. Саша, добрый вечер. Вам слово. Сергей, здравствуйте. Пока с нашей национальной иконописи. В Ватикане еще до фикционного открытия выставки назвали одним из главных событий года культуры Беларуси. Пройдет она здесь, до 2000 километров от Минска. В самом сердце Ватикана буквально в двух шагах от дневной сикстинской капеллы. Каждая икона под стеклом. Это шедевры культурные, исторические и реставрационные. Некоторые работы не то, что не видела широкая публика. На них не было даже научного описания. На некоторых работах на потемневшем дереве невозможно было рассмотреть ни букв, ни красок, ни ликов, ничего. И полгода понадобилось реставраторам национального художественного музея, чтобы миллиметр за миллиметром, вот с помощью скальпеля, как у хирурга и кисти, как у художника, открыть авторский слой произведения. Выставка иконописи Беларуси посвящена знаменательному событию католического мира, внеочередному юбилейному святому году милосердия под девизом «Милосердный как отец». Организаторы обещают, что подобную выставку проведут и в Беларуси, но в Ватикане она работает до 25 июля. Сергей? Это была моя коллега из Ватикана, где в эти минуты продолжается открытие выставки белорусских икон. И репортаж Александра Кулаковой смотрите в итоговом выпуске новостей в 22.30. Последний раз белорусские иконы демонстрировались на пенинах в галереях Милана и Треестром в 2004-2005 годах. Эти выставки вызвали огромный интерес европейских зрителей к искусству Беларуси. Нынешняя экспозиция в Ватиканском музее продлится по 25 июля. Уникальную коллекцию представил Национальный художественный музей. Уникальность этих икон в том, что это наши национальные белорусские иконы, которые впервые в истории представляются в стенах Ватикана. Они обладают своим необычным характером, сочетаются в этих иконах бытовые, фольклорные мотивы. Выставки из других стран в Ватикане практически никогда не появляются. Для нас сделали очень серьезные исключения. Как ожидается, в субботу экспозицию белорусских икон в Ватикане посетит Александр Лукашенко. Но в пятницу в самом сердце Топенинского полуострова стартуют дни большой политики. 20 мая начнется визит президента Беларуси в Италию и Ватикан. Как ожидается, за столом переговоров встретятся Александр Лукашенко и его итальянский коллега Серджио Моторелло. Ну и, конечно, все ожидают встречи белорусского лидера с папой римским Франциском. Взаимный интерес Беларуси и Италии подтверждают реальные цифры. Два года назад страны достигли рекордного товарооборота – более 2 миллиардов долларов. А в прошлом году в нашу экономику поступили итальянские инвестиции – почти 30 миллионов долларов. Успешно реализованы многие совместные проекты, такие как модернизация БМЗ, производство на белорусской базе буровых установок и хирургических инструментов. Всего у нас в стране зарегистрировано более 200 предприятий с итальянским капиталом. Беларусь считает перспективным развитие сотрудничества в автомобиле и машиностроении в сфере науки и технологий. В 2015 году Беларусь приняла участие во всемирной выставке «Экспо-2015» в Милане. Наш павильон занимал площадь более тысячи квадратных метров и вошел в десятку самых запоминающихся среди 54 национальных павильонов. А в феврале нынешнего года Беларусь посетила делегации представителей органов госуправления и деловых кругов Италии. Развитию двусторонних отношений способствовали и визиты на самом высоком уровне. В апреле 2009 года Александр Лукашенко посещал Италию и Ватикан. Встречался с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и папой римским Бенедиктом. А в ноябре того же года Сильвио Берлускони посетил Минск. Тогда был подписан ряд международных договоров, в том числе соглашения об экономическом сотрудничестве. Теплые отношения связывают Беларусь и с Ватиканом. Нашу страну не раз посещали высокие гости. В 2015-м кардинал Пьетро Паралин, второе лицо в Ватикане. Александр Лукашенко попросил гостя передать подарок папе римскому Франциску икону «Пренепорочное сердце Марии», которая выполнена по старинной белорусской технологии. С поистине итальянской страстью работает в Беларуси фермер Сапенин. Причем опытный аграрий умело совмещает итальянские и белорусские технологии. Да так, что дело процветает. На его советы, как успешного руководителя, теперь спрашивают и в соседних хозяйствах. В планах у бизнесмена только расширяться. О приключениях итальянцев в Беларуси. Петр Бутрим. Родными эти пейзажи считают сейчас не только местные жители, но и итальянец Андреа Тассини. Потомственный фермер приехал на Кобрищину три года назад. За дело возрождения колхоза Быстрица взялся с итальянским рвением. Тогда хозяйство, мягко говоря, было не в лучшем состоянии. Когда мы сюда приехали, увидели убыточное хозяйство. Было очень много долгов, порядка миллион долларов. Были проблемы с техникой. За все время, что мы здесь, инвестировали в хозяйство около 4 миллионов долларов. И мы абсолютно об этом не жалеем. Уже спустя несколько месяцев хозяйство не только приобрело итальянский колорит, но и заметно преобразилось. На полях начали возделывать картофель, кукурузу, рапс, ячмень. Итальянская культура земледелия белорусским аграриям оказалась не такой уж чужой. Культура земледелия у наших стран похожа. Единственное, мы привезли сюда технику по посадке без возделывания земельных угодий. Сначала для всех это выглядело необычно. Но со временем нашей находкой заинтересовались и местные аграрии. Ростислав Ковч, механизатор с 20-летним стажем. За время его работы в хозяйстве сменился не один руководитель. Приход итальянца опытный аграрий воспринял с воодушевлением. К выбору культур здесь теперь относятся более скрупулезно. Изучают, чего требует рынок. В прошлом году уже морковки не садили, только капусту с картошкой. На Беларуси где-то на Россию. Как бы там не сильно уже на Россию шло. Ну и в этом году решили капусту пока не садить, картошку на зерно. Андреа признается за ходом посевной в Беларуси следить куда проще. Все новости с соседних и не только полей можно узнавать в режиме онлайн. Мне нравится, что у вас постоянно поступают новые сводки по тому, что происходит в сельском хозяйстве. Не только в районе, но и по всей стране. Можно легко узнать, кто чем занимается, кто сколько посадил, произвел. У нас в Италии такого нет. У нас обо всем можно узнать только в конце года. По мнению итальянского фермера, в синюоке молоком может не заниматься только ленивый. В ближайшее время здесь появится еще 300 буренок. Приключения итальянца в Беларуси только начинаются. В Беларуси можно спокойно жить и наслаждаться жизнью. Мне нравится, что здесь я могу чувствовать себя защищенным. Можно без проблем гулять вечерами. Когда приезжаю в Италию, рассказываю об этом всем. У нас ситуация отличается коренным образом. В горячий период посевной Андреа даже некогда вспомнить о родных Венеции и Вероне. Но по этому поводу итальянец не грустит. Говорит, белорусские пейзажи прекрасны по-своему. Петр Бутрим, Станислав Пекарский, телекомпания СТВ, Брестская область. С учетом европейского опыта на парламентских выборах, которые пройдут в Беларуси в сентябре, примут во внимание рекомендации зарубежных экспертов. Сегодня в Минске состоялась встреча представителей нашей страны и международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы, Венецианской комиссии, БДИЧ ОБСЕ. Европейский опыт помогает совершенствовать избирательный процесс во многих странах, а вырабатываются рекомендации на основе заключений наблюдателей разных миссий. Как отметил представитель ПАСЕ Андрея Регони, Беларусь должна войти в парламентскую ассамблею Совета Европы. А уже в ближайшую избирательную кампанию в Беларуси более прозрачными будут рассмотрения споров, образование комиссии и некоторые другие процедуры. По рекомендации международных организаций будет внедрен ряд предложений, которые не требуют изменения законодательства. Если на местах проведут хорошо учебу согласно нашему примерному сценарию тренинга, то у участковых избирательных комиссий не будет ошибок. Но если ошибки будут, то наблюдатели обязательно просигнализируют, и члены участковой избирательной комиссии несут ответственность вплоть до уголовной. Это не относится исключительно к Республике Беларусь. Это более-менее касается практически всех стран, которые состоят в Совете Европы. Вот сейчас буквально на следующей неделе будут выборы в Македонии. Опять-таки мы там будем присутствовать. Но мы не преподаем уроки. То есть мы, во-первых, даем определенные рекомендации, определенные советы. Во-вторых, мы это обсуждаем. Обсуждаем с местными органами. Как бы цель у нас единая. То есть цель в том, чтобы как можно больше все избирательные процессы в Европе соответствовали определенным европейским стандартам. Экспорт, занятость, инвестиции. О приоритетах для качественного развития белорусской экономики на ближайшие пять лет сегодня говорили в Минске. В московском районе столицы избрали делегатов пятого Всебелорусского народного собрания. Среди них премьер-министр нашей страны. Программы социально-экономического развития Беларуси до 2020 года сейчас дорабатываются. Ставка на более активное вовлечение рыночных инструментов стимулирования экономического роста. Всебелорусское народное собрание – это своего рода народные вещи. Это то место, где будут определяться судьбы страны на ближайшую, среднесрочную и на более далекую перспективу. Мы предполагаем, что уже к 2020 году мы постараемся диверсифицировать наши экспортные рынки, чтобы была треть Евразийский экономический союз, одна треть Европейский союз и одна треть страны и прочие, скажем так, страны, так называемые и дальние дуги. Экспорт, занятость, инвестиции. Ну, если можно выразиться, конечно, это не пол, но тем не менее это триада, на базе которой мы предполагаем обеспечить качественное развитие нашей экономики в 2016-2020 годах. Напомню, Всебелорусское народное собрание пройдет 22 и 23 июня. Среди делегатов Народного вечера представители власти, бизнеса, науки, производства, здравоохранения и культуры. В форуме участие примут 2500 делегатов, только от Минска 400 человек. Что мы ждем от этого собрания? Ну, во-первых, это политика у нас социально ориентированная. Вот это самое главное. Большое внимание уделяется семье. Так как я возглавляю такую организацию, то, конечно, меня будут волновать и интересовать вопросы, связанные с демографической безопасностью, вопросы, связанные с семьей, с проблемами семьи. Занятость молодежи, то, что молодежь у нас имеет первое рабочее место после окончания учреждения образования, это и дальше должно быть, потому что молодежь должна быть уверена, что в своей стране она найдет работу по специальности. Ориентир на здоровье. В Витебске завершают модернизацию детской областной больницы. Это часть масштабного клинического центра, работающего по принципу «все включено». Каскад обновленных больничных зданий дополнит трехэтажный терапевтический корпус, где смогут разместить больше сотни маленьких пациентов. Создание подобных медицинских комплексов – главный тренд отечественного здравоохранения последних лет. Анастасия Буд продолжит. Из городского поселка Оболь Шумилинского района Аня с мамой ежегодно приезжают в Витебск не в парк аттракционов и даже не на экскурсию. За очередной порцией здоровья. Лечение в детском клиническом центре на высоте, отмечает мама. Очень рада, что на сегодняшний день построился новый корпус. Очень надеемся, что там все условия в плане комфортабельности будут намного лучше. В детской областной больнице – это часть масштабного клинического центра. Модернизация идет уже не первый год. За это время здесь успели отремонтировать и оснастить новейшей техникой операционные, реанимацию, отделение для недоношенных детей и инфекционно-боксированное для новорожденных. Сейчас все силы бросили на реконструкцию терапевтического корпуса, возраст которого отнюдь не детский. Почти полвека. Ходим, убираем, моем, устраиваем субботники, приводим сюда членов наших семей. Они нам все помогают. И это как какой-то единый порыв. Все для такой благородной цели, чтобы и сотрудники, и наши маленькие пациенты с удовольствием находились в нашем стационаре, чтобы эти замечательные условия пребывания сглаживали. Наверное, тот негатив, который несут болезни. С водом обновленного корпуса снимется и ряд проблем. Сюда переедут неврологическое, аллергологическое и ряд других отделений, которые пока оттеснятся в одном здании. В палатах с комфортом будут находиться не больше четырех человек. Это новые корпуса, новое оборудование, новые условия для пациентов и для их родителей, для врачей, медсестер. И это новые возможности. Размещение пациентов в педиатрическом профиле в отдельном здании позволит разделить потоки больных, уменьшить внутрибойничное инфицирование и уменьшить реинфекцию во время лечения среди пациентов стационара. Все виды помощи детскому населению будут собраны в одном месте. Комфортнее станет и студентам. Разбросанные по всей больнице и учебные комнаты двух педиатрических кафедр медуниверситета разместятся в одном здании. Здесь же и просторный лекционный зал, который совсем скоро строители уступят будущим врачам. А это значит, уже через месяц здорово будет всем и студентам, и медперсоналу, и, что самое главное, маленьким пациентам. Анастасия Бут, Сергей Ковалкин, телекомпания СТВ, Витебск. Менее полутора месяцев остается до введения в оборот белорусских рублей нового образца. Насбанк постепенно озвучивает правила обращения таких банкнот. По каким правилам мы сможем обменять старые купюры на новые, узнаем у нашего экономического обозревателя Юрия Таболина. Юрий, вам слово. Добрый вечер, Сергей. Обмен банкнот старого образца разрешен без документов. Исключение составит крупные суммы. Если необходимо обновить более одной тысячи базовых величин, то есть более 210 миллионов рублей, то придется предъявить паспорт. Данная мера направлена на предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Напомню, новые купюры вводятся в оборот с 1 июля. Белорусский лес тем временем обеспечивает страну валютой. Экспорт продукции лесоперерабатывающей отрасли за первый квартал превысил 57,5 миллионов долларов. Причем рост поставок случился в марте, увеличившись на треть по сравнению с началом года. Плюсовать доходы получается за счет расширения географии сбыта и увеличения поставок на традиционных рынках. И еще одна статья о валютной выручке. Белорусская пушнина доехала до Китая. Белкооперация развивает новые рынки сбыта и наращивает экспортные объемы. В прошлом году география поставок в предприятии расширилась до 23 государств ближнего и дальнего зарубежья. Страны Евросоюза с удовольствием покупают замороженные дикоросы, это ягоды и грибы. Объем экспорта за 2015 год увеличился до 47 миллионов долларов. Улучшить ассортимент, работать с ценами. Надо, чтобы потребка операции была более привлекательной системой для населения. Тем самым увеличивать товарообороты и достигать основной нашей цели. Самый крупный в мире розовый бриллиант ушел с молотка. В Женеме продан камень весом более 15 карат. За редкий минерал покупатель из Азии заплатил 31,5 миллион долларов. Торги он вел по телефону и его имя не разглашается. За несколько дней до аукциона эксперты говорили, что стоимость ограненного алмаза может превысить 40 миллионов. Для сравнения, в Беларуси в свободной торговле можно приобрести бриллианты в виде отдельных камней весом до 1 карата. Стоимость такого изделия 74 миллиона белорусских рублей. Торги на валютно-фондовой бирже сегодня завершились снижением курса рубля к корзине валют. Доллар подорожал на 128 рублей. Официальный курс на четверг 19 375. Евро прибавил не так существенно. Плюс 23 пункта. По Национальному банку на завтра 21 823. А вот российская валюта потеряла чуть менее половины рубля. 297,71. Итоговый курс на 19 мая. И таковы основные новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо, Юрий. И к другим темам. В приоритете безопасность. Новую керамическую плитку с антибактериальным покрытием сегодня презентовали в Минске. Уникальный материал обещает защитить от бактерий в течение всего срока службы. К слову, раньше такую плитку можно было приобрести только у импортных производителей намного дороже. Сейчас же белорусский аналог керамики доступен всем в отечественных магазинах. Анастасия Винчо оценила безопасный элемент домашнего декора. Когда-то предмет роскоши и особого расположения. Сегодня основной элемент декора в каждом доме. Керамическая плитка – это надежность, проверенная временем. А сегодня еще и безопасность. Плитку с антибактериальным покрытием презентовали в Минске. Керамика нового поколения готовится по особому рецепту. Перед обжигом в глазурь добавляют специальный компонент. Добавка нейтрализует микроорганизмы и бактерии, но сохраняет свойства самой плитки. А это цвет, прочность и форма. Антибактериальную плитку не отличить от привычной керамики. Причем не только на глаз. Плитка старого и нового поколения находится в одном ценовом диапазоне. К слову, раньше антибактериальную керамику можно было купить только в импортном магазине втридорога. Отечественный аналог – находка для белорусского покупателя. Спрашиваем мнение у наших потребителей, что им интересно, что они хотят увидеть у нас в торговых объектах. Такое понятие, как мода, она есть и в керамической плитке. Поэтому всегда отслеживаем и эти тенденции. И такой мониторинг мнений дает свои результаты. Сегодня керамин завоевывает популярность по всему миру. Белорусскую плитку можно найти в 20 странах, среди которых США, Канада, Катар, Объединенные Арабские Эмираты. Люди приходят к белорусскому производителю, они любят нашу плитку, они видят то качество, тот дизайн, который мы сейчас предлагаем. Около 18 миллионов квадратных метров в год. Именно столько керамической плитки выпускает предприятие. Белорусскую мозаику по достоинству оценивают как профессиональные жюри на международных выставках, так и народные эксперты в магазинах сантехники. Брали знакомые, посмотрел у них, хорошо выглядит, устраивает и качество, и цена. Сейчас выбираю к ней плитку для кухни. Мне нравится кераминовская плитка, потому что цена, качество соответствует, хорошее. И всегда есть наличие. Белорусскую плитку уже не назовешь хорошей альтернативой итальянской или испанской керамике. Это отдельный бренд. И кто знает, возможно, именно по этой мозаике спустя тысячелетия будут изучать историю нашей страны. Анастасия Венчу, Илья Максимов, телекомпания СТВ. В Беларуси создан профсоюз работников транспорта и коммуникации. В него вошли три ранее отдельных подразделения. Такой мощный профсоюз поможет реально решать вопросы как по защите отдельных работников, так и по развитию отрасли в целом. По такому пути идут и в других странах, так и в Германии, где ранее действовали 22 отраслевых профсоюза. После реорганизации их стало в два раза меньше. Что касается нового профсоюза транспорта и коммуникации, то он объединит интересы более 225 тысяч человек. Сегодня крайне важно объединить усилия. И надо сказать, что сегодня сильнее становится тот, кто объединяется, кто объединяет свои ресурсы и свои силы. Что в результате, безусловно, поможет стать им более сильными и более влиятельными. Транспортный коллапс в Париже. В городе затруднено и движение личных автомобилей. Дороги блокируют участники стачки, выступающие против трудовой реформы. А также присоединившиеся к акции дальнобойщики. На ряде трасс образовались многокилометровые заторы. Из-за забастовок полностью остановлена раборта в порту города Сен-Назер. Нарушенные воздушные сообщения. Отмечу, что согласно новой трудовой реформе, во Франции увеличится количество рабочих часов. При этом доплата за сверхурочные выплачиваться не будет. Также планируется упростить процедуру увольнения. Беларусь выбирает лучшего телевизионного ведущего страны. Голосование проходит на сайте СТВ. Результаты будут озвучены на национальном конкурсе «Телевершина». Всего в списке на победу в самой народной номинации 22 претендента. Отдайте и вы свой голос за любимого телеведущего. Своё мнение может выразить каждый на сайте нашего телеканала до полудня четверга, 19 мая. Заходите и поддерживайте своих фаворитов. Всего же в этом году будет 25 номинаций, 4 из которых региональные, а также гран-при и 6 спецпризов. Члены жюри признались, жаркие обсуждения продолжаются уже традиционно на коленой страсти при определении лучших среди документалистов, сценаристов и режиссёров. Идея в этом году «Телевершина», концепция «Телевершина интерактив». Мы хотим, чтобы и на телеэкране, и в интернете, и в соцсетях, и самоцеремонии, и всё, что происходит до и после, это было максимально видно зрителям нашим. Наша задача, чтобы вот эти 25 номинаций, 6 спецпризов, музыкальные номера, они были максимально компактные, максимально сжаты. Поэтому мы объединяем многие номинации в блоки, у нас будет 10 блоков. Конечно, работа в «Телевершине» требует здоровья и закаляет нервы. Конечно, мы переживаем, мы ругаемся, мы стараемся отстаивать своё мнение. По два раза смотрим, а посмотрели 280 работ. Вы можете представить, что это такое? Торжественная церемония награждения победителей «Телевершины» состоится 20 мая во Дворце Республики. За организацию шоу в этом году отвечает СТВ. Телеверсию смотрите на нашем телеканале в субботу, 21 мая. И напоследок о долгожданном пополнении в Гродненском зоопарке. Посетителям впервые представили амурских тигрят. Родились они у Тайги и Шерхана. Эту пару привезли из России. Появились малыши на свет ещё в апреле. И всё это время у них с мамой был особый режим тишины. Работники зоопарка старались как можно меньше с ними контактировать, чтобы тигрица их не отвергла. Новорождённую девочку уже назвали Хельгой. А вот имя мальчику по уже сложившейся традиции придумают посетители. На этом у меня пока всё. Больше новостей найдёте по адресу в интернете ctv.by. Репортажи и эфирные видео всех программ в любое время доступны на нашем YouTube-канале. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Итоги среды подведём в 22.30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова